В последнее время я целыми днями играю в Геншин. Ну блин, а что еще делать, когда за окном такая погода? Да, это красиво, но там темно, холодно и неприятно, поэтому я дома. А потом в один день меня посетила мысль, а почему бы не снять видео, как я живу 24 часа как персонажа из Геншина. А еще в этом видео будет мини-жун лид, поэтому кто найдет мини-жун лид, напишет таймфод, получит лайк. Шаг первый, выбрать за кого я буду отживать. Делюк, Казуха, может быть поиграть за балл, я даже не знаю. Простите пожить. Альбедо, или может быть мне выбрать моего любимого Сяо, кстати, это один из моих любимых персонажей настолько, что я даже под него сделала прическу, если вдруг не знали. Кто так стрижет? Но все-таки выбор пал на нее. Воле небес группировки Цейсин. Ее богатство несравнимо ни с тем на континенте Тейвата. Если что, ее зовут Нингван. Глава 1, шоппинг и кастом. Нингван в игре выглядит вот так, и в магазин отправила, чтобы собрать одежду и всякие штуки для кастома. Она у нас королева, и нужно подобрать все так, чтобы было в ее стиле. Это, кажется, сложнее, чем я думала. Я, кстати, часто представляю персонажа в реальной жизни, и ее я вижу в таком вайбе. Мне нужно платье с камнями, какой-нибудь свитер, и обязательно нужно пальто светлых оттенков. И золото. А еще всякие штуки для кастома. Я пошла в целую кучу магазинов, и нигде ничего нет. Даже все про дорогих, где пальто, то есть по 70 стоит. В общем, я потратила целую кучу времени на поиски чего-то, что могло бы подойти Нингван, как я ее вижу. О, боже, это что, я нашла изумруд? Простите, я хотела сказать короляпис. А потом я увидела цену. Знаете, сколько стоит это пальто? Как вы думаете? У вас есть пару секунд на проверку интуиции. А еще знаете, что я подумала? Я подумала, что в игру-то обычно играют игроки, и игроки дают задания своему персонажу, поэтому дальше вы будете мне диктовать то, что мне делать. Вот так вот. Стоит оно от 12 тысяч рублей. Примерно настолько же я купила всякую прибыльную до Леонарда. А потом я поняла, что без понятия, как делать кустом. Вот реально просто посмотреть на нее и подумать, вот что, вот как можно пальто сделать в стиле Нингван. Короче, я сделала еще несколько, ну почти час, и пришла вот к этому. Я поняла, что моя самая любимая деталь в костюме Нингван, это ее шорты. Шорты класс! Делаем кустом. Ну, в общем, сначала обрезала ромбики для того, чтобы потом разместить их на этой куртке и все это сделать. Линейкой поправила. Закрасила ромбики черным, ну, типа штриховкой, чтобы все было четко. После этого я приступила к тому, что стала раскрашивать это пальто. И да, у меня на это ушло несколько часов, и поэтому меня не хватило на вторую сторону. Но сплит класс! Сплит же класс! Да. Я расковыряла проще ровно за секунду, перед тем, как сейчас снимается эту штуку. Дальше нужно время, чтобы все высохло, результат покажу позже. Глава 2. Преображение. Я даже не знаю, показывать вам прям косплей макияж, как я делаю на Нингуан, или не показывать. Из этого нужно превратиться вот это, чтобы это было похоже на вот это. Ладно, я все-таки решила. Я вам расскажу и покажу, как я делаю этот макияж. А вы попробуйте его повторить или в ТикТоке, или в Инстаграме, и отметьте меня, а я вас буду репостить. Видите, как полезно. Наношу на все лицо достаточно плотный слой тона. Знаете, фанфет, я начала играть в Геншин, как раз-таки из-за того, что я увидела Нингуан. Короче, у меня была такая кринжи-стория. Я хотела играть в ранний Нингуан, и я задонатила на нее 10 тысяч рублей. И я сказала, типа, ну вот если я еще задоначу десятку, и мне она не выпадет, то я не буду играть в Геншин. Но, конечно же, она мне выпала. Я всем моим друзьям такая, типа, мне выпала Нингуан! И все-таки. Я рисую уровень брови. Видите, вот это вот, начало. Максимально близко к другу другу. Просто посмотрите, эта бровь кажется почему-то уже, чем эта. Магия? Нет. Техника. Белые тени мешают с молочными. И на все верхние и нижние века. И вообще. Я супер-супер давно хотела снять видео, типа, переполучаясь в разных персонажей Геншина, живу как в персонажей Геншина. И копила эту всю информацию долго-долго. И вот, наконец-то, знаете, почему я решила таки снять это видео? Почему я его родила? Да потому что скоро Ита выходит. И я когда увидела его арты первые, я такая, о, боже мой. Буквально мой типаж, мой энергет. Но я думаю, кто меня знает, понимает, почему я жду очень Ита. Так что мы с вами еще и крутки будем делать! А пока делаем кешу. Контент. Я наношу коричневые тени или скульптинг вокруг всех моих глаз, обытягиваю форму, делая немножко более кошачьей, чтобы потом у нас взгляд был больше похож на взгляд Мингуан. Не жалею коричневого цвета от слова «ваще». Ну а теперь берем красные тени, мешаем их с коричневым и наносим сюда. Пользуясь случаем, мне очень интересно узнать, сколько знаков-путыщиков смотрят это видео, играет в Геншин. Если играешь в Геншин, не будет поздоров, напиши, кого ты мейнишь. Теперь время припудрить. Это так было, я только забыла, я все о пудре. Ну как же так? Ребята, тут все в пудре. Это моя самая любимая, самая дорогая пудра. Я все ее просыпала. Спокойно. Королевы не бомбят. Еще надо входить в образ. Как бы ситуация какова, ситуация такова. Добавляю немножко сияшечек. Ее улыбка заставит растаять любого, а вот в рогам она не ж злит ничего хорошего. Ну что, как вам макияж? А если так? Как из этого я перевоплотилась в это? Да вот так. Мои любимые линзы, красные линзы, это мое все. Ну здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела? Давно мы вас не надевали. Это очень странно. Нет, типа это реально очень странно. Он отвалился, у меня больше нет сил. Давид, очень срочно. Нужен клей-момент. У меня силы отвалились. Что отвалились? Силы. Мой глаз бога. У меня упал глаз. Давид, у меня упал глаз. Вы сейчас оперируете твой глаз. Он у меня упал. У меня упал глаз. О, кристалл. На камингуан это кристаллы. Вот у меня он теперь есть. Ужасно. Вот она пуляет с кристаллами. А вот пулять с кристаллом уже я. Красная линза все еще больше, чем все остальное. Простите, линзы цвета корлятуса. Смотрите, как выглядит у нас лиса. Это амминация. Что ты мне показал? Бедро. Красиво же. Это красивое бедро. Но они такие красивые, как ты. Ну что, как вам моя нингван? Оцените, нравится вам, не нравится, насколько мы похожи. Глава 3. Особое блюдо. Сейчас с вами будем готовить. Готовить не простую еду, а нингван спешл, так сказать. У каждого персонажа в Геншин есть свое особое блюдо. И у нингван вот такая вот лепешка моря. Сейчас мы будем готовить. Ингредиенты у меня уже есть. Закидываемся в котел, варим. И, кстати, интересно, как это будет на вкус в реальной жизни. Но у меня перчатки королевы не готовят, поэтому придется их снять. Наливаем немножечко масла. Я взяла обычный фарш из миксы говядиной свинины. Пока фарш обжаривается, где-то на средней температуре нарежем все остальные ингредиенты. Нарезаем имбирь. Знаете, резать вот с никакими ногтями вообще неудобно. Я режу АБК, но я умею готовить. И резать я тоже умею. Дарья, скажи. Подтверждаю, подтверждаю. Готовишь ты прекрасно. А кто не верит, посмотрите видосы на ее канале. Она готовила, между прочим. Ты настолько, знаешь, я знаю, что я умею готовить, но ты настолько это сказала странно, что даже я теперь сомневаюсь в том, что я умею готовить. Кажется, как будто... Дарья, скажешь, что Лиза умеет это делать? Да. Нет. Бывает. Кстати, ставьте лайки на дубес. Сделаем корейный бульон. Немножко масла. А теперь, внимание, добавляем сахар. Прям побольше. Стоевый соус. Соус с черным перцем. Ну и все, оставляем откипятиться. Когда закипело, видите, тут уже закипело и пенка появилась. Просто перерасыпаем харф или мясо, если вы запаритесь. Сюда. И оставляем на несколько минут. Знаете, как мне стрёмно готовить в этом костюме и парике? Это просто без, во-первых, ничего не работает, потому что руки стянуты. А, во-вторых, мне очень будет грустно, если я его испачкаю мясом. Спойлер, я буду расстроена. Прям, выглядит, конечно, офигительно аппетитненько. Я прям, я хоть не голодый, но захотелось поесть. Я взяла вот такие вот самые обычные питы, которые я нашла в магазине. Просто ее разрезаем и будем наполнять нашу моробулку. Эдитеры из ТикТока, я вас умоляю, нам нужны видео, где нингуан готовят вот эту жесть. Если честно, она прям в жизни очень круто, и пахнет невероятно, так что я не наделена. Реально вкусно. Твое лицо прям выражает. По нему все и так понятно, что очень вкусно. Реально? Или не запасно? Нет, нет, правда. Очень? Да. А потом я заметила это. Ты расстроена, да? Настолько все плохо. Теперь чистенько. Я очень переживала, когда готовила, но я не ожидала, что я во время еды могу испортить свой гостюм. Так и завершилась эта глава, поехали дальше. О, это Байдоу. Да, это Байдоу. Я не могла оставить вас без вот этой вот потрясающей фотосессии. Вы просто должны видеть эти бэки. Ребята, а какие там получились фотографии? О май гад. Это обязательно нужно посмотреть в моем инстаграме. Мы наснимали просто невероятные какие-то кадры, какие-то невероятные тиктоки сделали. Просто наш инстаграм. Такая вот у меня подружка. Байдоу. Между прочим, она капитан корабля. Как раз сейчас, чтобы уж окончательно людей не травмировать, которые встретились нам на пути, я переоденусь в цивил одеяние, которое я предварительно собрала в магазине, чтобы дослушать таких вот важных вещей. У меня все было. А сейчас раздеваюсь, не смотрите. Ну, не смотрите. У меня абсолютная проблема. Невозможно надеть колготки. Просто невозможно. Надевать колготки это непросто, когда у тебя лапки. Поэтому попросила Давида помочь надеть мне колготки. На этой дне перчатки тоже сложно вообще-то. Вообще-то нет. Вообще-то да. Давид, почему ты никогда не... Потому что я никогда не надевал колготки. Ну, объективно прикольно уже и достаточно в стиле персонажа. Извин, мне не нравится, что вот платье какое-то, знаете, хочется все-таки, чтобы, ну, как-то вот так вот хотя бы было. Ну, ладно. Тут же ничего не поделать. Кстати, смотрите, что у меня еще есть. Это мы сами такие леденцы для нашей пати делали. Подождите. Вы вообще понимаете, о чем я? Глава минус один. История о пати. В один прекрасный осенний день я с моими корешами-касплэрами подумали и решили, почему бы не организовать пати в стиле геншин. Ну, и, в общем, мы решили организовать. Я на нашей пати мы сняли просто гигантский лофт, и нам, естественно, нужно было его украсить в стиле геншина, ну, и хэллоуином, потому что это было еще тогда. И, короче, зацените их количество просто декора, который мы врезали, и это только малая часть. Вы увидите дальше, офигеете. Заставили продолжать сына-герой-пожарника рисовать. Ой, вырезать. Кстати, тот самый Теодор, он помогает нам вырезать бумажки. Весь декор мы собирали вручную, и вот на только одни эти бумажки, чтобы их вырезать, у нас ушло несколько дней. У нас у всех руки просто в конечном итоге были мертвы. Зацените. Оно живет абсолютно своей жизнью. Все в мозолях, и все очень-очень опухшее. Вещей стало не меньше. А еще мы сейчас будем собирать будку. Собачка. Почему он отреагировал на собачьих? Вы не поверите, но здесь даже есть правильный ответ. Сейчас закончишь как личность, и начнешь как елку. Мы продолжаем вырезать. Пошел какой час? Сколько часов мы здесь уже сидим? Очень много. Эти ребята очень любили гэншин. Что ты сделаешь? Ах, да, еще в процессе мы подумали и решили, что нам нужен гроб. Нам нужна фотозона для хутао. Нам нужен гроб. Что вообще стоит обычный гроб? Тысяч 18. Тысяч 18? А сколько уйдет на постройку гроба? Не знаю, тысяча. Именно в этот момент мы решили, что гроб будем строить сами. Я еще готов вписаться в стройку гроба. Поэтому через несколько дней мы собрались у меня, и да, мы начали строить гроб. Мы все купили и вручную делали это. Гроб! Ну и, собственно, вот он гроб, который получился. Очень круто было. А вот и декор, который у нас уже на площадке был на всей этой пати. Все это мы вырезали сами, рисовали сами, гроб делали сами. Хутао сказала, что гроб класс и ставит ему лайк. К сожалению, у меня есть кадры только уже с самого конца мероприятия, когда уже все почти померло. Это тоже мы делали, и они светятся в теноте. Если это решать, мы вообще не будем доделать. Типа, видите, они светятся. Это все сделано вручную. Блин, на самом деле мероприятие прошло очень круто, и я даже забыла о том, через какие муки мы прошли в момент к нему подготовки. Поэтому я очень рада, что все прошло так классно. Вообще вы супер, все кто были. Хочется взять чай. Боже, у меня третий же реакцию в кофейне. Блин, как холодно. Полный отстой на улице. Ни хрена, не видно еще. Кофейня, кофейня, кофейня. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста... А вот у вас новогодний чай новый есть, еловый. Хвойный? Да, его. Можно закрывать. Я не уверена, что бы она это пила. Она вдруг пьет. Я не уверена, что бы она это пила. Она вдруг пьет. Тут важно рассказать про это. Мы ж не позер и шарим. В игре у каждого персонажа есть прям строгая своя индивидуальность. Есть любимые блюда. Есть блюда, которые они готовят сами. Есть всякие ништяки, которые они делают. Типа, там, не знаю, кто-то добывает больше руды, например, да, в игре. И у нингуан любимая еда – это самая простая базовая лапша в китайском стиле. Было очень просто найти, но я нашла что-то похожее. Еще, кстати, у каждого персонажа можно посмотреть его отношения и что он думает о любом другом персонаже из Геншина. Джан Ли из Ванг Шунг Фюнерал Парлор. Спасибо большое. Буквально золотая палата. Короче, было очень тяжело найти китайский ресторан, где подавали бы обычный суп с лапшой, потому что нингуанта любит у нас обычную еду. И в основном везде все очень тяжелое. Тут есть место, где я нашла, чтобы заказать еду. В золотой палате, блин. Это пипец, насколько неудобно есть с перчатками. Я просто в ужасе. Они все цепляют в эти ждуги. У меня все палочки в опилках. На улице очень скользко, очень холодно и очень неприятно. Чтобы понимать, я не ироничный, и ты за Асмантос Вайн, там какой-то магазин вина. Жесть. Если вы не понимаете, что такое Асмантос Вайн, это Асмантос Вайн из Геншина и после этой фразы у одного из персонажей. Асмантос Вайн tastes the same as I remember. Это стало полноценным мемом. Ну вот, в общем-то, и вся история. Потому что у каждого персонажа есть какие-то свои приколдессы, то там очень много мемов и вещей, которые понятны только тем, кто играет в Геншин. Если вы еще не играете в Геншин, вы посмотрите до того момента. Я для вас в конце очень прикольную штуку расскажу и ссылку дам на нее. Здрасте. Здрасте. У меня очень странная просьба. А у вас есть Асмантос Вайн? Асмантос Вайн? Асмантос, да. У вас есть? Асмантос? Да. Нет, никакого. Асмантоса нет, сейчас ладно, загляну. Это должно быть азиатское вино, китайское или японское. Нет, нет, нет. Такого у вас нету, да, здесь? Нет, нет. Хорошо. Из Японии только сакэ? Только сакэ, да, у вас есть? Поняла. Ладно, спасибо большое. Асмантос Вайншин, да, да. Попросили узнать, так что, ну, ладно, сейчас гляну что-нибудь еще. Ладно, спасибо большое. Асмантос, что вы приходите? А, спасибо вам тоже. До свидания. Ну, естественно, у нас 100% было ожидаемо, что там нету Асмантос Вайна. Я не знаю, лица продавцов нужно было абсолютно видеть. Уберу, я прохожу в таком виде, только я берусь, а у вас есть Асмантос Вайн. Господи. Ну, бэдэбэй, красиво пить отца. Ожидаемо, что у них не было Асмантос Вайн, и они впервые это услышали. Все, я считаю, что я застужила просто поиграть в Геншин, а не жить в жизни персонажей из Геншина. Я не нашла Асмантос Вайн. Зато я нашла кота. Это гео-кот. Ребята, я дождалась этого дня, дождалась этого дня, наконец-то. Ита вышел, боже, я пипец как рада. Я не могу, ребята, Ита вышел, сейчас будем крутить. Да, это немножко вразрез от моего образа нингва. Но, блин, вышел Ита, понимаете, вышел. Я так, его ждала, я так, его ждала, я не могу. Я просто не верю своим глазам. Баннер, 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 вот он, баннер, что мы будем крутить. Я все это время копила кристаллы. У меня уже есть крутки, боже, умоляю, пожалуйста, пожалуйста. Так, все, кипкаун, все хорошо. Все хорошо, он тебе выпадет. А если он тебе не выпадет, ты задонатишь, все нормально, все продумано, все хорошо. Поехали. Бэйдоу выпало, ладно, будет у меня констана Бэйдоу. Дальше. Ищетлин, блин, ладно, поедем дальше. Хороший улов, хорошее начало. У нас все еще есть кристаллы. Нет, это будет очень долго, нужно сразу их купить. Помолимся 10 раз, да, подтверждаем. Давай, давай, пожалуйста. Давай, 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 давай. Есть, есть, есть. Ребята, 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 ребята. Мне выпало, и это мне даже не пришлось донатить, боже мой. Я была готова потратить. Гульку говорит, 9 лет на мне выпало, вчера крутки. Посмотрите, вот оно, мне не могу, я сейчас умру просто. Так, но мы же горы тоже хотим. Сейчас мы получим горы. Пока не получу горы, все. И я пошла во вкус. Я очень рада. Я получила огромное количество позитивных эмоций. Я давно так сильно не радовалась. Поэтому за радость молимся. Да. Да, ну как это работает? Как это работает? Как это работает? Вообще не понимаю. А у меня сразу в следующем выпал город. А потом я решила добить все мои остальные крутки в надежде на консту на Ито. Но Сянлин и кто? Уже тут будет? Ну, наверное, догадались, что тут не будет. И да, мне выпала вторая констана Гора. Тоже круто. Я думаю, вы поняли, чем я буду заниматься оставшееся время. По крайней мере, на ближайшее время я полностью здесь. Если буду прокачивать Ито, буду прокачивать Гора. И, конечно же, у меня тоже для вас есть кое-какие ништяки. Помимо Аратаки Ито, конечно же, появился новый персонаж Гора, которого я уже тоже выбила. А также классические персонажи Альбедо и Ола, которые вернулись в молитвах. Кстати говоря, обратите внимание на оружие, которое в руках у Ито. Краснороги и камни рук. Новый пятизвездочный клеймор. А еще, ребята, стал доступен новый босс в открытом мире. Это золотой волчий вожак. Гигантский чудовищный зверь из другого мира, который будет постоянным боссом с одного момента на острове Цуруми. И, кстати говоря, главное событие. Белая пыль и снежная тень. Зимняя тренировка на драконьем хребте, которую проводит гильдия приключений. И включает в себя тренировку ловкости, слежения и боевую подготовку. Что ж, а я вас всех люблю, всех целую. Человек, который не остался на шпицу, что он играл и прокачивал Ито и Гора. Кстати, это видео заряжено на то, чтобы получать молитвы Ито и Гора. Поэтому, кто сегодня его выбит после просмотра моего видео, отмечайте меня в гости. Продолжение следует...